Мы продолжаем наш тренинг по минарной терапии. С вами Олег Аллафгудвин. И сейчас мы рассмотрим приемы мобилизации и правки шейных позвонков лежа, когда человек лежит лицом вверх. Перед этим мы уже размяли, поэтому подробно не буду на этом останавливаться. Дополнительно разминающие движения вот такие под шею, как вам ее дополнительно вытягиваем. Вытягиваем все мышцы, вытягиваем на себя. Теперь будем растягивать все мышцы по очереди. Сосцевидные мышцы ключичные, вот здесь вот, в недельной скопельне. Она очень нежна, поэтому ее не давим, да, именно в кости. И растягиваем мышцы таким способом. Далее поддеваем руку через верх за череп. Патаем за череп, предплечем накладываемся на челюсть нижнюю, да, и делаем такую максимальную ротацию, а противоположную рукой давим в плечо. На ротацию дополнительно растягиваем. Получается перпендикулярно все позвоночника, на дорогу в сторону. Следующий прием. Перекладываем руку на скулу верхнюю и даем уже по целых 5 градусов. Тут лестничная мышца хорошо растягивается. Далее перекладываем руку на висок, а тут все время держим за нижнюю часть основания черепа. И даем в плечо уже практически под 10 градусов относительно оси позвоночника. В сторону, в другую сторону, быстро демонстрируем. Череп, прям, замкнули. Зачем, чтобы было в момент ротации. При этом важно, чтобы голова не загибалась вперед-либо назад, а была шея продолжением позвоночника на одной оси. Растянули. Еще раз расслабили основание черепа. Сделали такционные движения. За основание черепа взяли, как я уже говорил, чтобы он качался на вашей руке. Попросили человека сомкнуть челюсть и предплечем вытянули ее шейку на себя, вдоль оси позвоночника. Далее делаем флексию вперед и тянем по целых градусов вверх. Глава рефлексия в одну сторону, в данном случае влево, ротация 45 градусов, и тянем по целых градусов в сторону. В противоположенную сторону глава рефлексия, ротация 45 градусов, и тянем по целых градусов сюда. Здесь я вам уже говорил, что важно, чтобы кончик носа продолжал оставаться на оси позвоночника, на линии оси позвоночника. Вот, это так мы подготовили, да? И теперь, ну, кстати, в этой же позе можно проверить. Цепочка немножко мешается. Цепочку, да, давай, снимем. Какое-то масло нанесу. Сейчас помоги. В этой же позе мы можем проверить, где какой позвонок ширины не на месте стоит, да? Для этого мы сначала по системам отростка проходимся. Проверяем их на ротацию, на наклоны, на кивание. Далее вытягиваем шею дополнительно, подогнув пальцы, как можно дальше уже под грудные позвонки, поставив ладони на вот эти косточки, да, на основании. И за счет движения пальцев вытягиваем всю шею на себя. Вот туда прямо. Пальцы, соответственно, идут между ними ассист-отростки, то есть с двух сторон ассист-отростки. Да, такой гребешок делаем. Плохо видно, но, наверное, вот так вот вытягиваем. Второй проход мы с вибрацией тоже самое делаем. Мягко кладем голову на чашечку, на тарелочку из ладони. Продолжаем вытягивать. И наши подушечки пальцев они чуть вот так вот носируют и вытягивают за соседные отростки череп дополнительно. И третий проход мы несимметрично вибрируем по очереди одной рукой второй рукой. Расстрясайте, таким образом, дополнительно со сменения подвоночника. Следующий тест мы прощупываем боковые отростки шейных подвонков, посеточные суставы. И смотрим, где какая неполадка, где он сдвинут, где эротирован, где, может быть, мышечный спазм, которому надо будет дополнительно наделиться внимание и в дальнейшем его размять. И теперь наше воздействие. Если нас интересуют нижние позвонки шейные, то мы разворачиваем голову. Например, они развернуты в эту сторону. Разворачиваем голову в расположенную сторону. Мы уперлись вот этой косточкой, вот этой косточкой. Нужен нам позвонок. Расшатали, расшатали на него. На мой палец, то есть мы будем расшатывать. И потом подводим трест. Если нас интересуются, если там третий позвонок, то то же самое делаем с третьим позвонком. На косточку, да? Да. Это косточка. Все время указать на указать не правильно? Да. Да. У кого шея гибкая, достаточно, да, можно просто вообще положить ее на руку, да, по церкви градусов. Опять латеро-флексия, да, ротация по церкви градусов. И весь позвоночник, получается, весь шей надел, получается, да, в челюсть, с вот таким наклоном на нее. Шатали, шатали. Раз. И теперь внимание. Если у нас повернут второй позвонок, аксис, самовыдирающий, самый большой, да, если повернут, демонстрирую поближе, вот в сторону, да, то, соответственно, мы будем поворачивать относительно его, череп, в какую сторону? Противоположную это, сюда. Да. Нет, неправильно. В ту сторону. Мы упираемся в него, а череп поворачиваем туда. Ага. Противоположную. И тут у ног возникают путаницы. Ну, и, соответственно, да, это сочетается с поворотом атланта, потому что, как правило, атлант может... Ну, в данном случае, давайте без атланта, ладно, а то еще запутаетесь. Сейчас мы ставим арсис. Это замок. У атланта нет арсистового отростка, поэтому мы его не сможем просчитывать. Вот. То есть, допустим, он выпирает вот сюда, да, в правом случае. Мы уперлись в него и относительно второго пазанка разворачиваем, да, разворачиваем череп. То есть, за череп поворачиваем. Вот. В случае, когда это сложно сделать в такой позе, да, попросим человека подвинуться ко мне, бегайте сюда, да, сюда, сюда. Вступление плеч лежало в голове с уголком стола. Еще не менее. Еще не менее. Еще не менее. Все, 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 все. Вот опустили голову, дали отвисеться, чтобы ваш пациент привык, да, расшатали опять здесь и подложили опять свой палец. Ну, удобно все, вот эту платочку я использую опять. Под выпирающий второй позвонок сюда, в эту сторону, да, развернули в противоположную сторону голову, ну, в смысле, в ту же, да, у него. Отвели назад. Получается у нас экстензия, да, и повернули относительно него. Все, возвращались назад. И, соответственно, это движение, вот это самое последнее, оно же делалось очень резко. И, предупреждаю, смотрите, чтобы ничего не скользнуло. Подкалывайте либо тряпочкой, либо салфеточкой, да, либо сухими руками делайте, чтобы там ничего не скользнуло. Все, отлично. Да. Ну, а мы продолжаем это все отработать на практике. Вы отсюда с нашего тренинга идете с готовыми навыками в руках. А если вы пропускаете тренинг, а то посмотрите видео, то заря вы их смотрите. Ну, по крайней мере, поставьте лайки, подпишитесь на наш канал, и получайте новую полезную информацию в новых наших видео. С вами был Олег Аллаф Гудвин. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok